привет в этом эпизоде мы вяжем шарф из квадратов для моей стеганой куртки на осень столько у меня уже готово я использую технику вязания который называется бабушкин квадрат кажется самое простое что нужно связать крючком из оттенков использую пряжу которая у меня есть которая более-менее подходит к этой куртке интереснее всего смотрится когда используешь три цвета в данном случае я подбираю какие-то контрастные оттенки которые близки к осенней гамме но больше всего мне нравится вот этот оттенок он максимально приближен к оттенку куртки и здесь используется такая пряжа которую сложно найти на которые просто без ума она не однородная разного размера и за счет этого фактура изделия получается очень интересно сейчас я вкратце покажу как я делаю каждый квадрат чтобы вы понимали что это не очень сложно для следующего цвета квадрата я буду использовать вот эти три оттенка это супер лана макси от alize объемная пряжа в составе полушерсти а это какая-то пряжа которую я просто нашла но мне она очень нравится за счет того что сам по себе оттенок тоже неоднородные и она такая легкая думаю что я буду использовать его в оборке квадрата для того чтобы она сохраняла форму более воздушно что ли начнем первым делом я связала такой маленький квадрат который состоит из трех столбиков с накидом и они соединяются между собой двумя воздушными петлями воздушные петли идут по бокам тут такие дырочки затем я очень удобно приспособление между прочим обрезаю нитку и добавляю новый цвет добавляя новый цвет в соединении ряда то есть мне нужно закрыть ряд и я добавляю новый цвет чтобы не было лишнего торчащего на мой взгляд так удобнее я придерживаюсь техники интуитивного вязания поэтому вряд ли вы найдете какие-то очень годные лайфхаки но скорее всего найдете лайфхаки для ленивых людей потому что мне кажется вязание должно быть в кайф они заморачиваться о том как что связать потому что очень часто после таких моментов руки опускаются что-либо делать и хочется плюнуть все джечь следующий ряд у нас также состоит из столбиков с накидом но они не соединяются воздушными петлями мы делаем по 3 столбика с накидом и для того чтобы провязать угол мы делаем воздушные петли 1 2 то есть другой стороны можно сказать что все таки они соединяются но это скорее формирование угла чем соединение этих столбиков как выглядит квадрат после того как я провязала второй ряд сейчас в угол квадрата вот в это отверстие я хочу добавить новый цвет поэтому беру новую нитку и присоединяю и провязывая она такая тонкая провязывая 3 столбика с накидом немножко подтягивая точнее провязывая 3 воздушные петли видите я уже заговариваюсь очень сложно что-то записывать и озвучивать и вязать так ну вот как то так выглядит это новая пряжа покажу вам и поближе потому что сама по себе она очень красивая однажды вязала из нее себе чепчик он просто невероятно нежные легкие потому что нитка очень воздушная в принципе я думаю что по цветам будет неплохо сочетаться здесь немножко подтянуть что яркий такой синий пудровый в центре и очень спокойный приглушенный с разными оттенками белый сейчас вяжу и покажу что будет дальше вот такой квадрат у меня получился не знаю если честно сколько штук мне понадобится буду вязать пока будет возможность потому что мне нужно чтобы уже завтра взяли это изделие было готовым и в зависимости от того сколько квадратов я успею сегодня связать такими будет изделие потому что я хочу сделать его широким либо узким либо сделать из этого вообще может быть балаклаву капор не знаю но скорее всего это будет узкий шар потому что вряд ли я успею сделать широким я буду держать вас в курсе обязательно скажу сколько квадратов мне понадобилось и какого они размера вы пока можете поставить лайк и подписаться на мой канал потому что я не знаю как далеко меня приведут эти ролики но возможно вам зайдет и я буду снимать больше сама кубка можно сказать на головандового оттенка что ли естественно естественно она с утеплителем потому что я живу в сибири не знаю как вам но мне кажется цвета очень горные лучше всего наверное все же сочетаться будут вот эти квадраты они максимально приближены по цвету но за счет того что есть контрастные я думаю что буду разбавлять их и как-то компонировать между собой в конечном итоге думаю что за счет того что много цветов и они достаточно яркие на таком базовом изделии будут смотреться очень интересно вообще нужно признаться что сегодняшнее видео вы смотрите лишь потому что за окном идет дождь и мой ребенок очень крепко и долго спит на первом сне а теперь как вы возможно могли услышать она проснулась я пока буду делать вид что не слышу ничего вдруг это одноразовая акция и просто она во сне разговаривает продолжение этого ролика я сниму уже завтра и покажу готовые изделия на себе но для вас это будет все еще в этом ролике поэтому не перематывайте не перелистывайте и досмотрите до конца в общем я закончила шарф вышло 38 квадратов и из-за того что я торопилась его снять я не успела обрезать нитки но мне кажется с ними тоже смотрится достаточно интересно но если не так носить потому что когда так как-то непонятно а если на лицевую сторону поэтому торчащие нитки добавляют небольшую небрежность вот так выглядит целый образ я думаю что очень классно для осени особенно для желтого можно следующий а давай это мой первый блок поэтому если видео вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал так